Мы в 1962 году и сделаем небольшой обзор. К 1962 году в РВЗ были выпущены электропоезда Р1 для постоянного тока и его альтернативы поезда Р7 для переменного тока. Кроме них был построен один поезд Р6 и поезда Р10, которые были с более длинными вагонами. Но они все были предназначены для высоких платформ. На многих грузонапраженных линиях имелись низкие пассажирские платформы, и для повышения технических скоростей на этих участках требовалась замена морально устаревших электропоездов, составленных из различных модификаций электросекций серии С. Тогда на РВЗ был создан в 1962 году проект модернизации электропоезда Р1, электропоезд Р2. По конструкции Р2 в основном повторяет Р1, и электрическая схема Р2 устроена на основе схемы поздних Р1. Отличие поздних Р1 от ранних Р2 в основном в конструкции выходов, которые у Р1 позволяют осуществить выход лишь на высокие платформы, а у Р2 как на высокие, так и на низкие платформы. Составность у электропоезда Р2 такая же, как у Р1. Из двух вагонных секций составляют 10-ти вагонный состав. Правда, встречались и нестандартные, например, 12-ти вагонной компоновки. С точки зрения технических параметров, Р2 был точно таким же, как Р1, но вагоны поезда Р2 были на несколько тонн тяжелее. Но рассмотрим электропоезд Р2 подробнее. Кабина машиниста рассчитана на ведение поезда локомотивной бригадой из двух человек, машиниста и помощника. Пульт управления располагается с правой стороны кабины. Место помощника и дополнительный пульт с рядом переключателей слевой. Слева от машиниста расположен контроллер машиниста. С правой – кран машиниста, скорость и мер и радиостанция. Перед креслом машиниста – главная приборная панель со световыми индикаторами, измерительными приборами и большей частью переключателей. Контроллер машиниста имеет две рукоятки – реверсивную и главную. Реверсивная имеет три положения – вперед, ноль и назад. Главная рукоятка – восемь положений, ноль, маневровые, из первой до четвертой – ходовые, и 2А, 3А для ручного управления пуском электропоезда. В 1974 году была изменена форма кабины с круглой на прямоугольную, начиная с электропоезда номер 1028. Конструкция пульта управления у электропоездов с круглой и плоской кабиной различается. У плоских приборная панель занимает всю ширину кабины и состоит из двух плоскостей – горизонтальной, непосредственно перед локомотивной бригадой и наклонной, ближе к лобовым стеклам. При этом со стороны машиниста лампосигнализации и измерительные приборы расположены на наклонной, а приключатели и рукоятка контроллера – на горизонтальной плоскости. У круглых Р2, то есть до номера 2027, передняя часть головного вагона была такая же, как у Р1. С номера 2028, то есть на прямоугольных, туалет был перенесен в другую сторону тамбура, то есть в пассажирский салон, и радиорубка была ликвидирована. Новое расположение получила и кабина машиниста, служебный тамбур, пассажирский тамбур. Дальше в салоне была разница между Р1 и Р2 в том, что если у Р1 были туалеты только в головных вагонах, то есть два туалета на 10 вагонов, то у Р2 был туалет в головных и в каждом промежуточном прицепном вагоне, то есть 5 туалетов на 10 вагонов. Под прицепными и головными вагонами электропоезда установлены преобразователи, то есть динамоторы. Преобразователь зачитает в себе сразу две машины, делитель напряжения и посаженный с ним на одну ось генератор тока управления. Также на каждом прицепном вагоне установлен мотор-компрессор, приводом которого является электродвигатель постоянного тока. Под моторным вагоном из электрических аппаратов установлены также высоковольтные контакторы, быстродействующие выключатели, пусковые аэростаты, круповый контроллер и сопротивление ослабления поля. На крышах моторных вагонов установлены токоприемники фотографного типа. Токоприемник имеет пневматический привод, поэтому при давлении воздуха в напорной магистрали ниже определенного уровня, он отрывается от контактного провода и под действием специальных пружин опускается. На крышах каждого моторного вагона установлено по одному токоприемнику. Как уже сказано, электрическая схема R2 устроена на основе схемы поздних R1. На каждом моторном вагоне установлено по 4 тяговых электродвигателя. Регулирование напряжения на зажимах электродвигателей осуществляется с помощью пусковых аэростатов, а также способами включения двигателей и изменением величины их магнитного поля. Для обеспечения защиты двигателей от перенапряжений и просков тока на электропоезде установлен ряд аппаратов защиты. Электропоезд имеет 18 пусковых позиций, из которых только 4 ходовых. На них допускается длительное движение электропоезда. Раскон осуществляется в основном с помощью реостатов, которые изначально вводятся в цепь тяговых электродвигателей, после чего по мере раскона электропоезда постепенно выводятся из цепи с помощью закорачивания специальными контакторами. Эти контакторы объединены в один групповой переключатель, который называют силовым контроллером. Система управления электропоезда косвенная, то есть машинист лишь устанавливает рукоятку контроллера машиниста в определенное положение, а система управления автоматически доводит силовой контроллер до соответствующей позиции. При переводе ручки контроллера машиниста в следующее положение, на силовом контроллере осуществляется постепенный переход с позиции на позицию, в результате чего пусковые реостаты постепенно закорачиваются. Стоит отметить, что в отличие от электровозов, где набор пусковых позиций осуществляется под контролем машиниста, на электропоезде переход с одной промежуточной позиции на другую осуществляется автоматически под действием так называемого релеускорения, которое регулирует величину ускорения электропоезда. А вот на простых ИР-2, там еще в положении 2А и 3А. Это ручной пуск. Ручной пуск, то есть ты можешь из кабины... Тут видишь, как он работает, ты подаешь сюда питание, он делает позицию. Подаешь на другой один цель, он на 5. И вот так все время надо поочередно подавать, то на один, то на другой. И вот 2А-3А ты подаешь, то на один, то на другой, то на один, то на другой. Если система автоматического пуска где-то застряла или не работает... Вот с помощью 2А-3А ты вручную потихонечку можешь, чередуя позиции, производить вот это вращение контроллера. Электропоезда ИР-2 оборудованы электропневматическими тормозами с двусторонним нажатием тормозных колодок на колеса. По сравнению с ИР-1 было изменено тормозное оборудование моторных вагонов. Вместо одного тормозного цилиндра устанавливалось 4, по 2 на тележку. Такая схема расположения тормозного оборудования применена для унификации с электропоездами переменного тока серии ИР-9, которые произведены на РВЗ параллельно с ИР-2. Но про ИР-9 чуть позже. В 1962 году Рижский и Калининский вагоностроительные заводы выпустили последние электропоезда серии ИР-1 с номерами 218 по 259 и в том же году выпустили сразу 48 электропоезда серии ИР-2 с номерами 300 по 347. Как и при производстве ИР-1, Рижский вагоностроительный завод изготовлял кузова и тележки для моторных вагонов, Калининский вагоностроительный завод для прицепных и головных, Рижский электромашиностроительный завод, электрооборудование и тяговые электродвигатели, а окончательные монтажи электрооборудования и спорка электропоездов производились на Рижском вагоностроительном заводе. В 1968 году Калининский завод перестал выпускать кузова вагонов, а выпускал только тележки под прицепные вагоны. Для возможности формирования из 10-ти вагонных электропоездов, составов с меньшим числом вагонов, Калининский завод с 1964 по 70-е годы выпускал отдельные головные вагоны, номерной ряд которых начинался с 81-го. Помимо этого, в 1967-68 годах РВЗ выпустили 52 отдельных моторных вагона, которые получили номера от 701-го до 752-го. Если параллельно с поездами Р1 выпускали некоторые поезда Р7 для переменного тока, тогда параллельно с Р2 выпускали поезда Р9. Как уже сказано, серия Р9 возникла как развитие серии Р7. В конце 1961 года Рижский вагонно-строительный и Рижский электромашиностроительный заводы выпустили двухвагонную секцию серии Р9, которая незначительно отличалась от вагонов-электропоездов Р7К, фактически являясь их разновидностью. Справедливее было бы новым электровагонам присвоить серию Р7М, то есть модернизированные. В начале 1962 года новая секция испытывалась на экспериментальном кольце ЦНИ-МПС, а со второй половины этого года началась постройка 10-ти вагонных электропоездов Р9. В производстве Р9 участвовало большое количество заводов. Моторные вагоны Р9 строились Рижским вагонно-строительным заводом, прицепные головные и промежуточные Калининским вагонно-строительным заводом, тяговые электродвигатели и ряд аппаратов Рижским электромашиностроительным заводом, трансформаторное оборудование Таллинским заводом ртутных выпрямителей, выпрямительные установки Саранским заводом электровыпрямитель и Таллинским заводом ртутных выпрямителей и главные восточные выключатели заводом Уралэлектроаппарат, а затем Нальчикским заводом высоковольтной аппаратуры. По сравнению с Р2, электрическая схема у поездов Р9 является более сложным и стопольнительным оборудованием. На каждом моторном вагоне установлено 4 тяговых электродвигателя постоянного тока. Двигатели получают питание от контактной сети через токоприемник, силовой трансформатор, контроллер силовой пневматический, выпрямительную установку, склаживающий реактор и линейные контакторы. Контроллер силовой пневматический, служит для регулирования напряжения, выпрямительная установка и склаживающий реактор для преобразования переменного тока в постоянный и линейные контакторы для оперативного включения и отключения тока. Также вспомогательные цепи отличаются от R2. Элементы конструкции кузовов у R9 в основном те же, что и у кузовов вагонов электропоезда R2. Различны лишь элементы для размещения и установки электрического оборудования, специфического для электропоезда переменного тока. Например, для подвески тягового трансформатора, выпрямительной установки и склаживающего реактора в раме моторного вагона установлены более мощные поперечные балки. Внутреннее оборудование и планировка вагонов в основном такие же, как у вагонов R2. Однако в моторных вагонах поздних выпусков поездов R9, M, E и T установлены высоковольтные шахты в центре вагона. Основные параметры 10-ти вагонного поезда R9 были по принципу такие же, как у R2. Самые большие различия были в весе вагонов. Моторные вагоны поездов R9 были тяжелее, чем у R2, но прицепные вагоны были наоборот легче, чем у R2. В процессе выпуска электропоездов R2 и R9 на некоторых поездах в качестве опыта применялись различные конструкционные изменения и было создано множество модификаций, получивших свои буквенные индексы. Помимо улучшений и внесения изменений в R2 и R9, RVZ продолжил разработку и выпуск новых серий. Поскольку некоторые из них являются дальнейшими разработками R2 или R9 и, следовательно, связаны друг с другом, то для лучшего обзора посмотрим, что R2 создал за эти годы и какие модификации были проведены на уже построенных поездах. Относительная простота конструкции R2 и его массовость привели к тому, что на электропоездах этой серии проводилось довольно много экспериментов. Прежде всего, они касались его системы пуска, которая была неэкономичной. Также разрабатывались различные системы автоматического ведения, как автомашинист. В 1963 году с такой системой был выпущен электропоезд R2-413, который получил обозначение серии R2-A. Но проектное обозначение этого поезда был R3. Система имела много конструктивных ошибок и после нескольких лет опытной эксплуатации ее демонтировали. Год спустя, в 1964 году, модернизировали поезд R9 и начинали выпускать поезда R9 с индексом P, то есть принудительное охлаждение выпромительной установки. В отличие от R9, выпромительные установки на R9P расположены под кузовом вагонов, вследствие чего была модернизирована схема моторного вагона. Убрана часть аппаратов охлаждения этой установки. В процессе производства конструкция вагонов заметно изменялась дважды. Также, начиная с электропоездов R9P, РВЗ освоил производство и прицепных вагонов. Всего было построено 330 электропоездов серии R9P. Если помните, мы говорили о поездах R10, которые произведились в 1960 и 1961 году. Мощность тяговых двигателей поезда R10 была признана недостаточной, и в 1964 году РВЗ выпустил две новые четырехвагонные секции, получившие серию R22. Электропоезда семейства R22 являются дальнейшим развитием электропоездов R10 и предназначены для пригородных и городских пассажирских перевозок на наиболее загруженных электрифицированных участках с номинальным напряжением в контактной сети 3 кВт постоянного тока. Для поездов R22 была создана новая конструкция лобовой части с двумя лобовыми стенками, садящимися по центру под небольшим углом. Кузов поезда R22 обладал длиной 24,5 метра. Масса моторного вагона составляла 66,5 тонн, прицепного – 47 тонн. Под моторные вагоны подкатывались новые тележки из челюстного типа, под прицепные вагоны подкатывались новые тележки разработки Калининского завода, причем предусматривался вариант исполнения с дисковыми тормозами. Тяговые двигатели имели мощность 230 кВт и ускорение поезда было до 0,72 метров в секунду в квадрате. Конструкционная скорость была 130 км в час. Пассажирские салоны имели пластиковую облицовку и мягкие диваны. Число мест для сидения в моторных вагонах составляло 116, в прицепных – 131. Опытные четырехвагонные составы R22 были выпущены в 1964 году в количестве двух единиц, впоследствии объединенных в один восьмивагонный поезд. В 1965 году РВЗ приступил к серийному производству электропоездов R22. При этом РВЗ изготавливал моторные вагоны, а Калининский вагоностроительный завод – прицепные. Электрооборудование для R22 изготавливал Рижский электромашиностроительный завод. Поезда базовой модели R22, как и предшественники R10, имели электрическое торможение, и входы-выходы были рассчитаны исключительно на высокие платформы. В процессе производства в конструкцию электропоезда постоянно вносились изменения. В частности, начиная со второго по счету состава R22-02 стали устанавливаться бандажные колеса моторных тележек. А начиная с R22-03 подверглась изменениям часть электропорудования, были увеличены стекла кабины машиниста и стала использоваться новая окраска кузова. У поезда R22-09 прицепные вагоны были оборудованы опытными тележками с пневматическими упругими элементами, а поезд R22-15 имел моторные тележки с пневмоподвешиванием. Во время испытаний состав R22-15 развивал скорость до 160 км в час. В 1968 году произошел обмен прицепными вагонами между R22-15 и R-09, и так и составляли полный состав с пневмоподвешиванием. В дальнейшем вносилось и много других изменений в конструкцию отдельных узлов, осуществляемых как в порядке эксперимента на отдельных составах, так и с переходом на новую конструкцию на всех составах, выпускаемых в дальнейшем. Основной целью всех вносимых изменений было повышение надежности работы разных узлов и уменьшение массы моторных вагонов электропоезда. Постройка электропоездов серии R22 прекратилась в 1968 году в связи с большой осевой нагрузкой моторных вагонов и неудовлетворительной работой схемы электрического торможения. За это время было построено 66 восьми вагонных составов. Один интересный факт. В 1968 году, когда выпуск классических R22 было решено завершить, уже были частично изготовлены моторные вагоны для поезда R22-67. В итоге два вагона было решено достроить и отправить на специальное испытание. Один из вагонов, обозначенный как R22-OP1, был отправлен на краш-тест, то есть ударно-прочностные испытания. Во процессе испытаний он был разрушен и списан. Другой вагон на технологических тележках был отправлен на Калининский вагоностритный завод, где он был модернизирован в экспериментальный турбореактивный вагон-лабораторию SVL с двумя авиационными двигателями и вскоре отправлен на скоростные испытания. Об этом турбовагоне мы поговорим чуть позже. Через год после начала производства поездов R22 В 1965 году изготовили конструктивный аналог поезда серии R22 для линий переменного тока серии R11. Опытный восьмивагонный состав был выпущен в единственном эксемпляре и в серию R11 не пошел. Основные параметры электропоезда R11, как и кузов, в целом были идентичны с R22, за исключением ряда отличий в расположении и конструкции дверей. Моторные вагоны R11 имели две пары раздвижных пневматических дверей с каждой стороны, оборудованных комбинированными выходами на низкие и высокие платформы. А прицепные вагоны имели три двери. Если у поездов R22 предусматривался вариант исполнения с дисковыми тормозами, то у поездов R11 дисковые тормоза уже были. На каждой тележке установлено по два тормозных цилиндра, от которых приводятся в действие колодки дискового тормоза. Тормозные диски были размещены на двух колесах. В эксплуатации R11 был с 1465 по 1971 года в депо Минск белорусской железной дороги. В конце 1971 года поезд был расформирован. Моторные вагоны были списаны и отправлены на РВЗ, а прицепные вагоны R11 были переоборудованы для использования в составе поездов серии R22. Скорее всего, вагонов R11 в настоящее время уже не существует. В начале 1960-х годов Рижскому заводу поставили задачу по постройке поезда R200, и для этого нужно было построить очень легкий и прочный каркас вагона. В 1964 году было разработано техническое задание, и в 1965-1966 годах изготовлен опытный образец поезда R23, который весил на 33% меньше кузова R22, так как кузов вагона поезда R23 был сделан из алюминия. В 1964 году была статья в экономической газете, где писали о том, что в дальнейшем R23 должен стать поездом космических скоростей в 240-250 км в час. Для этого в Щербинке проводили различные испытания, после которых вагон разбили, а результаты испытаний использовали при создании кузовов R200. Про R200 мы не будем говорить, так как о них можно было бы сделать отдельный фильм. Наряду с производством поездов R22 в 1966 году был выпущен электропоезд R2B-596, который был оборудован бесконтактной системой управления электропневматическими клапанами силовых контроллеров, а также установлены электронные реле ускорения и боксования, которые более точны, чем электромагнитные, как на серийных R2. Из-за сложности конструкции этих электронных устройств данный электропоезд так и остался опытным. Как уже сказано, способ пуска электропоезда R2 относительно прост, но не экономичен, ведь в результатах теряется значительное количество электроэнергии. Эта проблема актуально встала уже при опытной работе по освоению контактно-аккумуляторных электропоездов первых вариантов, когда возникли вопросы по энергоемкости аккумуляторных батарей и экономной эксплуатации. Между тем, становились все яснее перспективы применения на электропоездах статических преобразователей с импульсным регулированием напряжения и выполненных на полупроводниковых приборах. Так как в то время в Советском Союзе еще отсутствовал опыт применения на электропоездах и электровозах мощных преобразователей на полупроводниковых приборах, то было решено для начала опробовать систему с импульсным межступенчатым регулированием. При такой семи регулирования Пуск электродвигателей осуществляется за счет пусковых реостатов, но они закорачиваются не с помощью контакторов реостатного контроллера, а с помощью управляемых полупроводниковых приборов – тристеров. По такой семи в депо «Засулаукс» совместно с Московским локомотиворемонтным заводом в 1967 году был оборудован моторный вагон серии R2 с номером 448-08. К данному моторному вагону был прицеплен головной номер 837, после чего секции присвоили обозначение серии R2i, то есть с импульсным регулированием. В 1971 году данный принцип работы преобразователя был еще раз опробован на одном из электропоездов серии R22, а затем его стали использовать на скоростных электропоездах R200. Несмотря на прекращение выпуска электропоездов серии R22 в 1968 году и его конструктивного аналога для переменного тока R11 для МПС, РВЗ продолжил производство электропоездов с аналогичной компоновкой и схожей длиной и планировкой вагонов на экспорт. С 1969 по 1979 год для Болгарских государственных железных дорог строились поезда R25 для переменного тока в 25 кВт. Согласно правилам БДЖ тех лет, в Болгарии весь состав получил серию 32. Электропоезд был создан на базе существующих электропоездов R9 и R2, но компоновка поезда была как на поездах R22. Выместимость четырехвагонного поезда был 294 человека. Электропоезд R25, кроме европейской колеи, то есть 1435 мм, имел некоторые отличия от советских аналогов. Хотя вагоны поезда были длиной 25 метров, каждый вагон имел два тамбура с выходом на обе стороны с одностворчатыми дверями. Головной вагон имел третью пару дверей для багажного отделения, которые были выполнены двустворчатыми. Форма кабины стала новая, спрямленная. Всего было выпущено с 1469 до 1779 года 79 поездов серии R25. К 2019 году из всех поездов в эксплуатации осталось только 9 поездов, но начали реновировать заброшенные составы. Но вернемся обратно к модификациям поезда R2. Дальнейшим развитием схемы с импульсным регулированием являлась полная замена контакторно-реостатного пуска бесконтактным импульсным. При такой схеме было возможно применять рекуперативное торможение. В качестве основной системы преобразователя была выбрана широтно-частотная, которая объединяла в себе широтно-импульсную и частотно-импульсную системы регулирования. Такое решение использовали с 1267 до 70 года на модернизированных аккумуляторных поездах SR3-A6M. Теперь эту систему попытаются внедрить на поездах серии R2. В 1970 году в депо Засулаукс в восьмивагонном электропоезде на двух моторных вагонах контакторно-реостатное оборудование было заменено импульсными полупроводниковыми преобразователями. После переоборудования электропоезд сначала поступил в опытную эксплуатацию. В 1971 году остальные два моторных вагона электропоезда были также переведены на импульсный пуск и электропоезду присвоили обозначение серии R2-I. В дальнейшем до 1974 года было переоборудовано еще несколько восьмивагонных электропоездов, которым присвоили обозначение серии R2-I. В 1973 году провели испытания по сравнению тягово-энергетических характеристик электропоездов серии R2-I. Результаты испытаний показали, что при значительном усложнении конструкции расход электроэнергии у электропоезда R2-I на участке в 3 км при скоростях от 56 до 68 км в час лишь на 9,8 до 12,8% ниже, чем у электропоезда R2. Мы спросили у работника Рижского депо Айвара Нейзакса, какие у него воспоминания с электропоездами R2-I. Ну, R2-I обеспечивала более плавный пуск, более улучшенную характеристику пуска по сравнению с R2 за счет того, что отсутствовало ступенчатое регулирование, реостатное. То есть плавный ток, если машинист дает вторую ставку, вот 120 или 121-я ставка, значит 162-я, то вот амперметр стоит строго на 160 и не дергается нисколько. То есть вот уставило, уставило, и пока он не выйдет на, пока не включится контакт ошунтировке, он будет стоять на 160 ампер, допустим. То есть это эффект, КПД выше гораздо, скажем так, по сравнению с R2. Типичные неисправности пробои диодов тиристоров силовой схемы. Ну, в последние года с этим значительно улучшилось, потому что стали проводить, соответственно, исследования, определяли, в чем причина, и в конце концов выяснили, в чем причина. Это в том, что очень критичные были электронные компоненты к времени с включения. Им нужно было до миллисекунды совпадать всему столбу, вот 6 или 12, сколько есть тиристоров в схеме, они должны были все включаться одновременно. Иначе вся нагрузка уходила на те, которые включились раньше, и, соответственно, пробой их обеспечивался. А почему больше поездов не переоборудовали на R2i? Ну, подняли цену на диоды тиристоры. Они там, насколько я слышал, я не знаю, правда, нет, сказали, что до 400 рублей один стоил тиристор силовой. И, соответственно, очень дорогое это обходилось в обслуживании и в эксплуатации. Но когда их менять стали меньше значительно, конечно же, уже такого не было. Но к этому времени уже успели все разработки свернуть, институт свернуть, филиал свернуть разработок. И, соответственно, все это только доживало свой срок. А вот искренне жалко мне, конечно, тиристорные поезда, в том смысле, что в учебнике, когда мы учились в училище на электропоезда, на помощника машиниста электропоездов, было сказано, что в дальнейшем при капитальных ремонтах все электропоезда будут переделаны по типу R2i. Все имеющиеся электропоезда R1 и R2. Но, к сожалению, поскольку уже стало в союзе не до того, сохранить ничего не удалось. Все только уничтожили и, соответственно, все пропало. Помните, мы говорили, что в 68-м году были изготовлены моторные вагоны для поезда R22-67? Один из них был отправлен на краш-тест, а другой был модернизирован Калининским вагоностроительным заводом в 70-м году в скоростную вагон-лабораторию или, сокращенно, СВЛ для исследования в области создания скоростных поездов. В ходе модернизации под него подвели тележки с пневматическим подвешиванием, смонтировали обтекатели на лобовой части и щиты по бокам вагона на уровне тележек и подвагонного оборудования. В кузове смонтировали оборудование для обеспечения работы двигателей, а на крыше над кабиной машиниста установили два авиационных турбореактивных двигателя ААИ-25, соимствованные у самолета Як-40. Во время испытаний вагон показал рекордную для того времени скорость на кале 1520 мм в 249 км в час. В 75-м году после запуска скоростного электропоезда Р200 необходимость в СВЛ с его прожорливыми и требующими большого внимания реактивными двигателями отпала, и вагон был возвращен на завод-исготовитель. Там он находился некоторое время в различных тупиках, бедшая и подвергаясь раскравлению, и постепенно превратился в сарай на колесах. Были планы сделать из него кафе или отправить в Санкт-Петербург в музей, но в 2008 году уникальный вагон был порезан. Для истории была сохранена только его лобовая часть с реактивными двигателями, которая была установлена как памятная стела в честь 110-летия Тверского завода. В 1970 году помимо реактивного вагона Тверского завода изготовили в одном эксемпляре модификацию поезда ER-9 на РВЗ. Это был восьмивагонный поезд ER-9А, на котором коллекторные тяговые электродвигатели были заменены трехфазными асинхронными тяговыми электродвигателями и установлены преобразовательные установки производства Таллиннского электротехнического завода. В литературе поезд значился как ER-9А-306, но фактически с завода он имел обозначение ER-9П-306. Часть энергетического оборудования моторных вагонов была размещена в пассажирском салоне. Однако сложность преобразователей, необходимость параллельной работы многих тяговых двигателей не позволили пустить электропоезд в плановую эксплуатацию. В 1972 году в Ленинграде на Октябрьском электровагоноремонтном заводе был изготовлен контактно-аккумуляторный электропоезд ER-2А-6. Электропоезд был создан путем передельки шести из десяти вагонов электропоезда ER-2Б-596. При этом все высоковольтные вспомогательные машины и аккумуляторные батареи цепей управления были перенесены в моторные вагоны. Освободившееся место под каждым прицепным вагоном заняла тяговая аккумуляторная батарея массой в 40 тонн и емкостью по 806,4 кАч, то есть 2016 элементов. Пуск электропоезда осуществлялся с помощью тристорных преобразователей. Также эти преобразователи позволяли производить электрическое торможение и заряд тяговых аккумуляторных батареи. В 1973 году электропоезд поступил для испытания на прибалтийскую железную дорогу. Электропоезд в общем графике не эксплуатировался, постоянно находился на базе запаса Яневарти и являлся экспериментальным электропоездом для внедрения и испытаний технических разработок Лижда и Октябрьского электровагоноремонтного завода, выезжая на линию исключительно с обкаточными поездками. Несколько десятилетий он простоял там под забором и в 1992 году был списан. А какие воспоминания у Айвара Нейзакса с электропоездом Р2А6? 596-й экспериментальный поезд, который в эксплуатации с пассажирами никогда не был, но на нем отрабатывали все схемы тиристанных поездов, все разные схемы. На каждом вагоне была совершенно другая схема, все разные и все изменения, внедрения, все, что происходили, все проводили на этом поезде. Он стоял в парке от стоя Яневарти всегда, но периодически выезжал на линию или заезжал в ДПО к нам на ремонт. Вот такой был интересный поезд. Он был даже аккумуляторный, на цепринципных вагонах стояли аккумуляторы и вроде как он даже ездил на них куда-то далеко, но с пассажирами в эксплуатации никогда не был. Через 4 года после окончания производства поездов ЭР-22 в 1972 году Рижский вагонострительный завод выпустил два модернизированных восьмивагонных электропоезда, получивший серию ЭР-22М с призвоением номеров 67 и 68. В отличие от предшественников, на этих электропоездах была применена форма кабины машиниста, близкая по форме кабины электропоездов ЭР-25, но отличающаяся некоторыми деталями. Были также установлены новые тележки и электрооборудование, и часть из них была перенесена из моторных вагонов в прицепные. Если у пездов ЭР-22 масса моторного вагона составляла 66,5 тонн и прицепного 47 тонн, то у ЭР-22М моторный вагон был на 1,5 тонн легче, но прицепной на 5 тонн тяжелее. Также, если у ЭР-22 тамбуры были предусмотрены только для высоких платформ, то у ЭР-22М вагоны стали оборудоваться комбинированными выходами на низкие и высокие платформы. После ЭР-22М аналогичная кабина с несущественными изменениями станет применяться на всех серийных пригородных электропоездах РВЗ с 1974 года. То есть, серийные электропоезда ЭР-2 получили новую кабину с номера 1028, а поезда ЭР-22М с номера 30-30 пиад. А кақс равниilik кабине пяздов локбригаде. Ну, муidugi, kui võrrelda nüüd seda ЭР-2 kumeraid, mis olid, ja võrrelda siis seda kandilist, siis kabinis juhil olemin oli ka tükkimateine. Palju avar oli, ta ei läinud sul nii kuumaks. ЭР-1 nii kummaks, et me sõitseme ju, kui vasta päikes randa sõitseme, siis SR-3 oli ka sama asi. Panime ju, ajale ja siia sülle. Selbist, et 11-12 minuut kõrveta. SR-3 oli püstikurad, täpselt vasta päikes sõitsid sinna väljakurad. Ja muidugi sellest E-R-il oli ka kahel poolt teginud, et kaks luukki lahti, kabini ukse lükkasid lahti, sinna koridori, ikkagi oli parav. Ainult, mis päästis, tallel üks, keegi oli jõle ja nõksu välja mõelda, vaata, ee rühtedel, kahtedel, kumertel, on ees nii ukesed augud. Ja tead, kui sa keerasid need toru otsad sealt ära, nii kui ta sõitmakas, ta puhust sealt jõuga jõle, jaheda tõhku, vaat, see oli hea asi, see päästis aga muidu kipus palavaks minema. See oli ja okk. Kaks oli selles muidu märgatavad parem? See kandiline tuli meile. No, vkarugul või miniumum udobstv, очень maa mesta, kabina tesnaya byla, letom jarka, bakovõe fortački достаточно neudobne, nesdvigajusia kak na ploskai, a pavorotnaya na pethiah. To ees va võt vult 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 pär kak 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 szkl Впереди вставлены две такие трубы, насквозь просверлена лобовая стенка, вставлены две трубы, и сверху они, снутри, то есть они закручены были такими заглушками, ну как гайки-заглушки. И вот если ты хотел вентиляцию, надо было открутить эту заглушку, и во время движения воздух через эту трубу поступал в кабину, и вот таким образом происходила вентиляция, достаточно так примитивно. Но плюсы у круглой кабины тоже были. Плюсы это то, что было в круглых машинах за параллельно на служебное отопление, то есть когда ты включал отопление в передней кабине, и одновременно включалась в задней. И если холодное время года, ты куда-то приехал, там тебе надо менять кабину, идешь в заднюю кабину, там тепло. И еще плюс круглой кабины, это то, что у нее защищены концевые краны, они находятся за путеочистителем, и если вот происходит, допустим, какое-то там столкновение с крупными животными, с лосем или там со свиньей дикой, с кабаном, то значительно меньше шансов, что отломаются или повредятся концевые краны. К сожалению, такие случаи бывают на полоских кабинах, достаточно регулярно у нас, когда при столкновении с животным просто обламываются концевые краны, воздух уходит из состава, и там надо тогда что-то делать, как-то глушить, заглушать это отверстие. В круглой кабине с этим проблем не было. Для возможности увеличения количества вагонов в ранее выпущенных поездах серии R2, РВЗ начал с 1973 года изготовлять отдельные промежуточные двухвагонные секции, которые получали номера от 2000 и выше, и головные отдельные секции с номерами 3000 и выше. В 1959 году был опубликован доклад, в котором изложено, что перевод линии постоянного тока с напряжения 3000 на 6000 вольт позволяло уменьшить электрические потери в контактной подвеске. Для опытной проверки этой системы было начато переоборудование электровозов и моторвагонных поездов. Первый электропоезд на напряжение 6000 вольт был сформирован в 1973 году на московском локомотиворемонтном заводе. Этот поезд был также оборудован частотно-импульсными преобразователями. Электропоезд получил первоначальное обозначение серии R2I, а в августе 1974 года R2V как высоковольтный. Всего электропоездов на напряжение 6000 вольт было переоборудовано четыре. Три четырехвагонных и один восьмивагонный. В 1987-1978 года все четыре электропоезда были переведены на участок гори Цинвали за Кавказской железной дороги, электрифицированной на напряжение 6000 вольт. Но электропоезда R2V проработали совсем недолго, так как уже через один год в 1979 году было принято решение о прекращении работ по созданию электроподвижного состава, рассчитанного на работу при напряжении 6000 вольт. В результате в 1979-1980 годах почти весь электроподвижный состав, переоборудованный на рабочее напряжение 6000 вольт, был исключен из инвентарного парка МПС. В 1975-1976 года РВЗ выпустил два восьмивагонных модернизированных электропоезда ER22, ER22V с присвоением номеров 69 и 70 с выходами на высокие платформы, что и нашло отражение в индексе V. Кабины этих поездов по форме были практически полностью идентичны с ER22V с номера 1028 и несколько отличались от ER22M. В переходных площадках между вагонами были применены резиновые элементы вместо металлических. Поезда получили иные, чем у ER22M тележки и несколько другое электрооборудование. Масса и вместимость вагонов не претерпели изменений. Используя опыт эксплуатации в начале 70-х годов электропоездов ER2I, в сентябре 1976 года Рижский вагоностроительный завод изготовил 10-вагонный электропоезд ER12-6001. По конструкции этот ER12 является электропоездом ER2 с плавным импульсным пуском. В основном это был тот же ER2, однако под моторными вагонами отсутствовали резисторы и силовой контроллер. Вместо них были установлены двухфазные тристорно-импульсные преобразователи. В 1981 году РВЗ изготовил еще два поезда ER12 – шестивагонный 6002 и четырехвагонный 6003. Машинисты теран Талинского депо Лембит Адамсон был старший машинист на электропоезде ER12-6002. Мы спрессили, как и у него воспоминания с приемом поезда на заводе РВЗ. И в следующем году РВЗ. И в этом году я умерла. Курят мы тогда их о reflection. Но мы сами выражали. Которе выражались, что она не рассказала. И когда они はい, они масли, не повышали. И в мире веем, когда они повышали, что к стеке были сделаны. Н Muchas оценки. В этот год она пиздала себе... И я развернулся, и я очень сильный ответ, что я думал, что это было так, что я знал, что я не знал. И я знал, что я знал, что я знал, что я знал. И сейчас все остались. А когда я плачу, то я забыл, что с тобой отзывал, что в любом случае, как с ним в сеттенок, когда у меня проблемы, если вы не знали. я в проводе, показывал, что в двойной, в связи я по-правед regurgателем, и я с вами выяснил, что-то правильно пробила, я бы не сделал, что я тебя вновь разочаровала, но я не помню мультируйся. И я начал начал прояснить, что мне все равно тестили на меня вновь Conclarабах. И мы допадали тебя поясню, что ты будешь меня властей, а не должен видеть в детстве, где мы проколили все время, Т nature SERIА-техас на километр и петли на нейр. И я отсылал местной окружающего экзотэائю, потому что я союзгал в то время ряда. Я спал, что я dimensionная машина, с подъемом, я поем, что я смею в этом острове, чтобы подъем, что я вам покажу. И я ничего не раздавал. Я говорю, что все. Все сами сказали. И я говорю, что все никак не вернули. И Пурка говорил, как всем vågирам. В то время первые correlated с контроллением, с корочествами, они оставляли крит Там北 Раскад. И на полчаса. Комиссионал, куда-то наrunе, над ближним с 달�ивируем 6éd 2, 4 вагонами 6003. И до конца, Это было 2-минок, у нас есть классный vagун и другим губам. Возвращение вагу. Тауарь и вяжение, лаборатори и кабинут. И они становятся кассет, и они спочатся. Панешь алькири, если они в разбор алькурсе, когда нужно идти. Возвращение на урсове. Я когда-то знал, что это она. Я знаю, что это будет. Музыковичка рассвета, что я иду, наверное, что нужно. Он сказал, что так? Придел. И это говорит, что продолжаем. И он сказал, что нет, мобилия не было. На этом году мы были продажи о том, что у нас были ремонти. Мы были ухожены, с моими правилами ремонтина. ja не могла ядовала ромян и вставала таки, что они были, например, с вами были самовыщие. И начнем начать картошква, что мы не могли отдать самоладку. Натали в этом планирует, что они были удают, но на этом самоладке, что у вас есть удачные. мы подумали, что рунги будет. И поэтому, мы рисуем все надеюсь, что мы вернемся к этому поводу. И я говорю, что она была всегда. Мне казалось, что один момент, что они были высококол. И те альтерна, что они могут пить. И мне кажется, что мне eyes твоя не стоит, а потом вздается наушно. Я и не Бог. У меня принесли наружении в рунге. и не получается. Но у меня в голове и такая причина, и я помню, я поняла сама. И в этом случае, что у меня нельзя, и мы были в голове. И я вам показал, что вы самостоятельно-вестный писатель в кальчик. И мне так было, что они сзывали в кальчик, которые были на них. В этом случае, Они начали от себя отреком, что они выживали. Квоё tile гибрид, на которой визит, так как они взяли силу. Это основан альфортик, которые они поднимали Sekarang, Я работаю с че наставил, как я понимаю, то표 откровал бюджет. Если же ты не видишь, даже если я продал уникалью, с кереком. С детского подъема заправил, доставил. С детства, с детства, с детства. С детства, с детства, с детства и перед ультой, отдал мне еще раз кинобат. Нет, в детстве, с детства, без других. Если я не должна обучить, на то, чтобы сдать на него, на то, что уникалью, с детства и уникалью, Тогда придет пронить что-то и продолжить. Когда вырдали SR-3, когда вырдали, когда вырдали кау-липп, и вырдали и кау-липпу. Это было револёт. И эр-1 и эр-2 кумерател были так и ас-тюжема ст-т-т. И когда вырдали, то вырдали и кау-липпу. И когда он сшит, то он должен сидеть на пиво. То есть, если он выйдет, то он сидит. «Сборг 그 ним он мне сказали, что это не так?». «Я не знаю, как...» «Я знаю, что это было понимание «зв입니다». «Я пойду сшим, что ли вы не обладали. И так, как, он предмет меня». «Да, я я думаю, что это всё-таки. И как...» «Да, он вырос. Уб O'Аlфганист. «Я убилок. В свои начинают сширь», я пощасшиваю сширьми, «Да, что это делал». «Ну и он?» «Я вопрос. Я просто получал, но я не могла пить, но если бы он был, что мы не могли бы попасть, что они были другими, и остальные. Он бы не могла пить. Мне не было, что я не могла ли это делать. Мы были выкупаны. Мы могли полдать... Ведварь был желе. Я не могла найти, я не могла сказать, что у них есть в течение дня. В Т Foters и Реваст, вaluвали... И все навыков, которые ревали, чтобы у вас была вверху. Все of usкали. военность ухранных рассылок. Ухранные. Совершенности мы с рвеника отправляли когну тень. в то время не было ни с 9 лет, но никогда не было ни с нескольких. Откуются, что входит. В начале 80-80-х годов. Это было бы немного сложнее. Трестный указательский strings, которой мы не поднимали мудрой, ну что мы путем играть. Имел я не успел, что это было-kes. Мы забилиór и на него большое количество усилия, и нам придали, что мы наше время заболевали? Нет, происходит с nazisами – вставка – здесь нет меня. Входя эксплуатации Электропаезда, Air-12 благодаря импульсному пуску оказались экономичные Air-2 в среднем на 8%. В широкосерийное производство, как и планировалось изначально, Air-12 не пошел. Начавшаяся перестройка и последовавшие за ней тяжелые экономические положения в стране привели к отказу заводов от выпуска электропейздов с дорогими пусковыми преобразователями, которые к тому же не отличались достаточной надежностью. К тому же ремонт электропоездов Air-12 вскоре встал весьма затратным. По этой причине от модернизации электропоездов Air-2 на импульсный пуск также отказались. В середине 90-х годов все три электропоезда Air-12 были отправлены для прохождения капитального ремонта, в ходе которого все Air-12 были переоборудованы в обычный Air-2. В новой документации они стали проходить как Air-2-С. А может улембить Адамсона есть какие-то интересные воспоминания связанные с работой на электропеезда Air-12. Вене сеадуси järgi ei тоhtnud välja минна depoost rong või моторvedur või ükskõige, millile elektriveduk, millel üks mootor ei töötanud. Но у нас были два мотора, и один группы, и один группы, и один группы. И мы их делали и все-таки. И мне было один группы. Мне было четыре мотора. И потом мы были измены на моторе. И мне было много, что я не был разговарив. Я не могла просто разговаривать, но мне было бы не было. И после того, как я раздался, я поедал, что я принял, что я вставил из пигма, когда я наступил, как я ускорил. И я щас я иду, когда я убил, что у меня один мотор. И я я как-то венил, что я поедал мне 2 мотор. Но если мне тоже полный чёрт, который будет царить 20 метров на 30 метров. Мне уже 2 мотор. Мне тоже очень много, как на 4, а 12 мотор. а на 2 мотори, на то, что это не так, но это не так. И я иду, что это было, на то, что мне нужно было знать, что это было, что я должен быть с вами с вами, что я могу понять, что это будет в любом виде, и это было в том, что это было очень много. Пуас логичный ассоциал. Важно, что человек пидел на 3 амперметрит. Важно, что входит на 1-й и 2-й и 1-й 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 и 1-й. Важно, что входит на 1-й и 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 1-й Те, что, не могло быть, другой, в жизни не было коррога. И, что до конца было, его была не могла быть лишним. Он не могла быть лишним. Главное, что в этом случае бы перенят, что выйдет, что наши боли будут выведать зами, но они не могли быть виноват. Согласно, приняюсь, что в этом году, это был так очень, чем я был signs на верхнем, и надо бы его жёлой, на высоте, если бы они носил, то было бы в том том, что, Я взял их убор, и nursing райска, но заправил моя скобная. Я узнал мой, что он был очень пират. Меня получили радуюсь, что я пришел на кое-как, Я перев заходит нам, что который просит автоматтер, и скажет, что это автоматтер. Если заседать или позже? Матсит. Он ждал, что он снять. Я все это장이, это человек. Я узнал, что там находится и будет привести меня, что он в виде кропа. Это и есть. Кому я не могла сделать это. Разрёжи гляд vol, когда и удели, что куда чему-то не смогу вт Может быть электроника. но и по-моему, что у тебя не смогли, если вам не может быть виталием, то вы не сможете приятать таким образом, чтобы у вас не успел у нас и не успели. И вы сможете к этому моему двигатель. Но вы должны высказать им вещество, и вы должны сделать в этом месте, и вы должны быть не успешным. и у меня колокол. Курад и не давал. Все были в хозгуте, и все были в доме. Пабер, что было было в хозгут. Курад и все было в хозгут. Все было в хозгут, и в море, и на него было пить. И я пошел. И вот просто 2 моторы. И я снова взялся. И я, и я, и я ничего не знаю, что он не видит. Я думаю, что ты не видишь. И я думаю, что ты делаешь. И я думаю, что ты работаешь, потому что ты не пройгал. Я думаю, что ты пройгал. Убраг, взгляд, ты вот так и мне обо耶. А мне облезли, что ты自ня из-заues, я знаю. Весь этот наше время, ты хочешь поздравить, и ты хочешь из-за того, что ты не будешь лавэ. А я, я не смогла, я не смогла, конечно, что ты не был улыбнен. И мне очень много видов, что в Болгихе есть люди, которые были вене ромбольные иномы. Например, они могут раздаться, а мне и были вещества. Мне приходили обоих, и мне нужно было вообще все, что везде, и в этом направлении, и в том числе, и в том числе, и в том числе. Почти не забывали очень много обыдывает, и мы не могли бы решить это. Вместе с темой, что я считаю, что я добрылся, я не знаю, что я знаю. И я думаю, что я не знал, что я не знал, что я не знал. Пожжи, я принял, я знал и знал, что я знал, что я знал. И с темой, что это филипп, и все остальные контрольные рампы, Все три дня были еще один. СР на самом деле были еще четыре. СР было еще один группы А или группы П. Компажем, что три, и у меня не было ничего. И все равно то было бы, если вы не могли ли у вас вагуни или из-за разницы, или нет-то, или нейринг, или компрессор, или генератор. Благодаренная эта тема не забыла. Увитая, когда работал на 4 сердце секунд, когда электроники были в доме, то два электроника ронги садились. Та витяз в доме тавалиселого телефона, панил маль крываярд, и он наступил на аэга. Умальная тушь и есть угольные тушь, а он был и подс特е. В конце концов, все, я думал, что пришел. Так что когда вы отчисли пить его с днюю, и на моем случае пишут, что электроники вам не есть. Сейчас я спросил на риамест. Электропоезда ER-12, то есть ER-2S, эксплуатировались в Тайлинн с последующей передачей всех составов ВТП Паскула от поставки с завода до снятия с эксплуатации в 2013 году. После переоборудования на тристорную сему пуска состава ER-2E-302 в 1976 году ее экспериментально оборудовали еще и импульсным торможением и дали индекс ER-2IT. Про электропоезд ER-2IT расскажет нам подробнее Айвар Нейзакс. Могу сказать, что была у нас ER-2E-302, называлась такая машина, которая была хороша тем, что она имела импульсное торможение, которое, правда, не использовалось никуда как рекуперация, в сеть она не уходила, Хотя плюс у нее тоже, вот даже по сравнению с ER-2T, у нее был плюс тот, что она тормозила двигателями до полной остановки поезда, а не так, как у нас сейчас, 15 км в час или сколько там переходит уже до тормаживания. Ну и слесарям она очень нравилась, потому что колодки на ней менять практически не приходилось, она заходила на ремонт, и все на нее слесарям олились, механики, конечно же. Но зато было хуже электрикам, потому что пробои терристоров и диодов там очень много было, поскольку их там было очень много на схеме. И аппаратура вся была очень, вагоны были тяжелые, крыша была вся забита зимой. Было очень интересно наблюдать, когда моторный вагон 302-го поезда был весь покрыт льдом, средняя часть, снаружи все стекла были залиты льдом, потому что при торможении разогревались крышевые сопротивления, и, соответственно, таял снег, и все это лилось на окнах, и тут же замерзало. И пассажиры сидели как в аквариуме, через эти стекла наблюдали. Вот так вот это запомнилось. Ну и хорошо помню, конечно, рев двигателей. Что мне больше всего в 302-й машине поражало, это то, что при торможении, соответственно, частота, как сказать, двигателей, звук, он как бы вниз идет, наверное, такой убывающий, да, такой, грубее, понижение тона шло. А преобразователь импульсовый в это время одновременно то нарастание частоты было. И получалась такая странная музыка, которая сама себя перебивала, это был просто вообще фантастический звук, такого не передать даже невозможно, я не знаю, как это описать. Следующая модификация серии R9, то есть R9M, как модернизированный, выпускалась с 1976 года. В отличие от R9 и R9P, у электропоездов R9M высоковольтный кабельный ввод в моторных вагонах заменен шинным вводом, размещающимся в высоковольтной шахте, то есть в шкафу в середине моторного вагона. Еще была применена новая выпрометельная установка, и в салонах установлены полумягкие диваны вместо деревянных сидений по аналогии с R2 с номером 1112. Впоследствии шинный высоковольтный ввод был установлен также на большинстве R9P. Электропоездов R9M было всего построено 111 составов, и мы спросили у машиниста-ветерана Мильнюсского депо Эймантаса Мазетиса, какие у него воспоминания с электропоездами R9M. В те времена сравнительно с дизелем D1 венгерским, ну, было как небо и земля. Она уже электрическая, тихо идет, дизель не воняет, не коптит, как машинист, откроешь окна, вытягивается, приходит дым, кабину, сзади помощнику, опять дым. Ну, здесь уже были те времена, короче, мы, как начали эксплуатировать, были, ну, хороший поезд. Ну, как, поезд быстро разгоняется, уже неплохо, конечно, не как дизель. Его разгон от 0 до 100 километров со станции, почти с любой со станции Эсперона, мы уже станции 100 километров вылетали. Неисправности, они же-то новые были, новые были, но неисправности все равно попадались. Ну, какие попадались? Допустим, срабатывает реле заземления, РЗ называется. Ну, так что, на одном вагоне начинает срабатывать. Отключаешь этот вагон, и на трех едешь спокойно, график выдерживает проблем. Ну, никаких проблем, потому что столько тяговых двигателей по 200 киловаттов. На вагоне четыре тяговые двигатели, а это четыре вагона, столько тяговых. Сломался еще один вагон, с двумя едешь. Выдерживали график. Ну, тогда был и график с остановками, остановочными пунктами, 80, и график выдерживаешь. Едешь скорым, 100 километров, выдерживаешь график. Потом начали, ага, люди, долго едем, до Ковнаса долго едем, надо график. Начали сжимать график. Вот тогда, как начали сжимать график, мы начали их насиловать. Ну, и вот сразу взял, на маневровый только тронулся, и сразу четвертое положение. Это автоматический пуск. Когда сукая погода, все нормально, никаких проблем. Но зато есть песочные цива. На каждом вагоне, на моторном, с обоих концов, по два бункера. Песочек, вы знаете сами, что песочек высушенный, мелкий, хорошо сыпется. Нажал и держишь, вот тогда уже буксования нету. Она уже прет. Но! Сбуксует машина. Раз, и РЗ срабатывает. От буксования, если тяговый, допустим, один там сбуксовал, или весь вагон сбуксовал, значит срабатывает РЗ. Чтобы не было кругового огня на коллекторах тяговых двигателей. Вот это, зато есть это реле заземления. Ну что, раз такое, допустим, ну что, мы на перегоне не остановимся восстанавливать. Потому что там есть установленный порядок, чтобы уходить в машинист с помощником с кабины. Надо есть процедуры сделать. Остановил, закрепил, ручной тормоз закрутил, реверсивку взял с собой и уходишь. Тогда, во-первых, еще говоришь перегону, что поезд такой-такой на таком перегоне, на таком километре остановился, чтобы устранить неисправности. Ну и вот тогда идет вдвоем. Потому что любая работа, что связана с устранением, должно выполнять двое. Одному ни в коем случае нельзя. Один работает, другой как бы предохраняет его действие этого. Одному нельзя ни в коем случае. Ну, а когда, допустим, один вагон сработал, пошел помощник в шкафу, рум от тяговых двигателей всех, выключил, и потом едешь на тех. Один еще, и еще один рум выключил с двумя, потом, когда уже сделали шесть вагонов, уже стало сложнее ездить. Один вагон уже отключится, и уже нагрузка на других тяговый. И когда есть что-нибудь, какая слабость тяговых двигателей, выпрямительный, сглаживающий реактор, и тогда начинает опять сработать защита. Вот это срабатывание защиты, дополнительное время восстановить, останавливаться, ты теряешь время, опять нагоняешь. И вот эти неисправности доводят до того, что человек начинает уже, диспетчер вызывает, просит, пожалуйста, нагоняй график. Ну и вот начинаешь тогда насиловать поезд, да и вот тогда опять, не только слабость, это выявляется. Как уже рассказывали, большая осевая нагрузка моторных вагонов привела к отказу от конструкции вагонов R-22. В 1979 году было принято решение максимально сохранить электрическую часть поезда R-22 с возможностью рекуперативно-реостатного торможения с использованием за рекомендовавшей себя конструкции более короткого вагона. Первоначально даже планировали оформить новый поезд как очередную версию той же серии R-22K. Индекс K указывал на короткие вагоны, а также продолжить нумерацию. Однако созданный опытный образец вместо R-22K-71 был оформлен как R-2R, то есть с рекуперативно-реостатным торможением. Конструкция и размеры кузовов у R-2R были такими же, как у R-2, но из-за увеличения веса поезда под моторные вагоны были установлены другие тележки, имеющие небольшие отличия от тележек электропоездов R-22V. Под прицепные вагоны подкатывались аналогичные тележки, как у простых R-2. В электропоезде применено рекуперативно-реостатное торможение, позволяющее на скоростях с 130 до 55 км в час вырабатывать ток обратно в контактную сеть. С 55 до 10 км в час торможение реостатное, то есть испыток энергии поглощается тормозными резисторами, а с 10 км в час и менее электропневматическое, то есть с тормозными колодками. Первый поезд R-2R с номером 7001 выпустили в июне 1979 года, и в 1982 году РВЗ выпустил еще два электропоезда R-2R. В сентябре 1984 года Рижский вагон-остритный завод выпустил последний электропоезд R-2 с номером 1348 и приступил к серийному производству электропоездов R-2R. Их постройка продолжалась до сентября 1987 года. Всего было выпущено 89 электропоездов R-2R, из них 57 10-ти вагонных и 32 12-ти вагонных. Получив опыт внедрения электропоездов R-25, РВЗ в 1980 году создал серию R-31. Новая серия предназначалась для эксплуатации в Югославии, где получила серию 412-416. В основе конструкции R-31 лежит конструкция электропоезда R-25. Главное отличие в конструкции кузова R-31 от R-25 – это наличие серийного тамбура в каждом вагоне. Также отличие состоит в конструкции тележек. Всего было построено до 89 года 51 четырехвагонный электропоезд R-31. После распада Югославии поезда достались трём независимым государствам – Сербии, Македонии и Черногори. К 2019 году из всех построенных 51 поезда серии R-31 в эксплуатации остается примерно 30 составов. В 1981 году РВЗ возобновил выпуск отдельных головных вагонов, номерный ряд которых начинался с 8001-го. Если дополнительные головные вагоны, которые выпускали с 64 по 70 год, с номерами 801 и выше, были круглыми кабинами, тогда вагоны с номерами 8001 и выше стали квадратными кабинами. Как уже сказано, в 1979 году РВЗ начал выпускать поезда серии R-2R. Конструктивным аналогом серии R-2R, но для линии переменного тока, был заложен серия R-9E. Индекс Е обозначает как естественное охлаждение силового оборудования. Этими отличаются от R-9M. Серия R-9E выпускалась с 1981 по 1987 год. Всего построили 79 электропоездов. 15 ноября 1983 года Рижский вагоностритенный завод торжественно отпраздновал выпуск 20-тысячного электровагона. Ключи от 20-тысячного электровагона. Юбилейный вагон выключили в состав электропоезда R-9E-600. В 80-х годах РВЗ предстояло создать новые поезда с тристорно-импульсной системой управления. R-30 для линий постоянного тока и R-29 для переменного тока. По состоянию на 1985 год был спроектирован и построен опытный образец электропоезда R-29 с рекуперативно-реостатным торможением. А в декабре 1985 года был совершен технический проект R-30. Основное отличие электропоездов R-29 и R-30 от серийных модификаций серий R-2 и R-9 состоит в увеличении длины кузова до 21,5 метров вместо прежних 19,6 метров за счет более широких тамбуров, что делает посадку и высадку при большом пассажиров потоке более удобными. Применение нового типа управления на поезде R-29 повысило надежность оборудования и плавность хода и снизило тепловые потери в пусковых сопротивлениях. Ознашение пассажирского салона R-29 во многом аналогично другим электропоездам РВЗ, но в кабине машиниста предполагалось установить систему кондиционирования воздуха. Конструкция вагонов R-30 максимально унифицирована с узлами R-29 за исключением электрооборудования поезда. В 1989 году был завершен очередной этап испытаний опытного образца электропоезда R-29, после чего в этом же году была проведена его доработка. В следующем году проводились тягово-энергетические испытания, а в середине 1991 года электропоезд был введен в опытную эксплуатацию. Получив опыт от эксплуатации, поезд решили модернизировать, заменить преобразователи. Это дало бы возможность традиционно размещать все тяговое электрооборудование только на моторном вагоне, что позволило бы улучшить сцепные свойства, уменьшить массу поезда и повысить его надежность. Было решено проработать этот вопрос для серийного поезда. Серийный выпуск электропоездов R-29М предполагалось начать с 1995 года, однако сложившаяся в связи с распадом Советского Союза тяжелая экономическая ситуация в его бывших республиках привела к тому, что опытный R-29 остался в единственном экземпляре, а проект R-30 так не был реализован. Про электропоезд R-29-001 расскажет нам подробнее Эймантас Мазейтис. Ну что я могу сказать? Я его сам пригнал с Риги, в заводе принял. Здесь, при Балтике, было только у нас переменный ток. Вот зато и его пригнали сюда, его там в Риге сделали, здесь пригнали, чтобы его наладить, подготовить к эксплуатации. Ну, довели до ума, до эксплуатации, чтобы она можно было с ней эксплуатировать. Ну, мы пассажиров не возили, просто только довели ее до рабочего состояния, и вот ее погнали в Москву на ВДНХ на выставке. Ну, там и кресла другие были, удобные, но она уже, новый модел этого поезда, другие кресла. Окошки, мне кажется, тоже были, как-то немножко подруг, ну, там было такое уже, более-менее, ну, что-то смахивало, как у нас, вот, в Вильнюсе, Панерей стояли, в Югославии делали поезда. Вот что-то похоже, пульт мягкий, вот так берешь рукой, не железо, а это уже такой, ну, как вот эти на Югославии, это вообще там кабине, это, ну, для Югославии делали, так это вообще красота. Вот и там тоже уже было для локомотивной бригады, ну, как бы такие условия немножко уже, ну, совсем по-другому. И, во-первых, все, вот эти вот, видите, как, что творится, эти всякие ободки, это все, там совсем, ну, очень аккуратно было сделано. Ну, приятно было в кабине. Там и тяга, и торможение, а торможение рекоперативное. Ну, так там пробовали, немного ее пробовали, они как-то, наверное, и наладчики, и, я так понял тогда, я почти не один ездил, но я очень много ездил, ее всегда эти говорили, что пускай этот мазетец еде с нами, уже я как привнал, уже не привыкли мы друг к другу, все, с людьми этими. Так ездили и тормозили, она тормозила рекоперативные все, но у нас, что тормозить это, что этого поездов мало, электровозов нету, этого электричества было техноаре. Вот только испробовали ее, довели до ума, и все, и потом, она, тут интересный поезд, так, жалко, что ее, тогда мы думали, что нам отдадут ее обратно, но она на Украину уехала, этот Р-29. Во время эксплуатации из-за уникальности оборудования поезда Р-29 возникли сложности в обслуживании. Он эксплуатировался в паре с электровозами ЧС-4, после чего отстранен от эксплуатации. По состоянию на 2019 год вагоны 03 и 04 порезаны, а у остальных судьба неизвестна. В 79 году был создан электропоезд R-2R, но он не был оттестован ввиду нетустаточной надежности, вызывавшей немало нареканий со стороны эксплуатирующих депо. В силу роста объемов пригородных пассажирских перевозок, РВЗ в 80-е годы разрабатывал электропоезд типа R-30. Предполагалось, что и серийная постройка начнется к 87-88 годам, и что они будут в целом идентичны R-2R. Но производство поездов R-30 откладывалось, и РВЗ принял решение уже до начала их производства освоить переходную модель R-2T, имевшую размеры R-2. Но при этом вагоны R-2T не могли эксплуатироваться в одном составе с R-2. Механическая часть практически полностью заимствована от R-2R, поскольку R-2T отличался от него только более совершенным электроворудованием и уменьшенным количеством мест для пассажиров. Постройка R-2T, заменившего R-2R, началась с осени 1987 года. В 1990 году в порядке эксперимента были выпущены 6 составов с рекордной длиной в 14 вагонов и кондиционерами воздуха в кабинах машинистов. Мы спросили у машиниста Рижского депо Андрея Пудолиса, какие различия были между R-2 и R-2T. Основное отличие R-2T от R-2R это наличие электродинамического торможения. То есть это торможение, когда тяговые двигатели переводятся в генераторные режимы, с помощью... вырабатывается ток двигателями, и он гасится либо в реостатах, либо отдаётся в контактную сеть. Это такое самое ключевое отличие. Ещё отличие R-2T от R-2R это более быстрый разгон на R-2R. То есть, когда ты едешь... Допустим, бывает ты работаешь долго на R-2R, садишься на R-2R, едешь вроде так же, а уже начинаешь опережать график. То есть надо за этим следить постоянно, на какой машине... Ну, делать поправку машинисту, на какой машине ты едешь, на R-2R или на R-2R. Ну, ещё плюс R-2R это то, что на R-2R тяговые двигатели, они всегда соединены последовательно. То есть в процессе пуска не меняется схема соединения. На R-2R в какой-то определённый момент пуска двигатели переходят из последовательного на последовательное параллельное соединение. И вот у R-2R это вот болезнь R-2, именно срабатывание силовой защиты вот именно в этот момент. На R-2R двигатели всегда последовательно соединены. И практически... Ну, очень редкие случаи, когда срабатывает защита силовая. Ну, что ещё по R-2R? Ну, на скользких рельсах, когда ЮС, вот осенью в листопад, R-2R значительно лучше себя ведёт. То есть, ну, больше... Лучше управляемость, так сказать. То есть, ну, боксование прекратить как-то проще. Ну, и R-2R, она по надёжности у неё выше живучесть. То есть, значительно меньше отказов силового оборудования. Выше мощность тяговых двигателей, что позволяет даже в случае выхода из строя там какого-то одного вагона, при отключенном вагоне, выдержит график даже на одном вагоне. Можно более спокойно по сравнению с R-2R. Наличие резервирования тоже большой плюс. А что это значит? Это значит, что если вышел из строя у нас генератор на какой-то секции, не вырабатывает 220 вольт на вспомогательные нужды, то можно взять эти 220 вольт в соседней секции. Это уже штатная система на R-2T. На R-2 такой системы нет. Там приходится что-то химичить, перемычки ставить. Вот такие вот основные. Это основные отличия R-2 от R-2T. А были у поездов R-2T какие-то типичные неисправности? Ну, основная болезнь R-2T – это замерзание пневмосистемы в зимний период. Замерзает трубка между влагосборником и компрессором. Сам влагосборник замерзает, что ведет к значительному снижению или полному прекращению производительности компрессора. А также замерзают часто реле давления, что приводит к неотпуску тормозов после торможения. Ну, в этом случае надо лезть под вагон, откручивать реле давления, выпускать оттуда воздух, чтобы отпустили тормоза на тележке. Это все время поезд стоит на перегоне или на остановке где-то. Ну, вот это такая основная болезнь, основной минус R-2T. И второй момент на R-2T – это может даже не столько болезнь, сколько конструктивная ее особенность. Дело в том, что схема электрическая R-2T, она содержит значительно больше компонентов. То есть там больше реле, повторители реле, очень много диодов используется в схеме R-2T. И каждый компонент, в принципе, он когда-то, рано или поздно, выходит из строя. Поскольку их больше, то значительно больше, ну, может, не значительно, но выше, скажем так, вероятность именно каких-то мелких отказов в электросхеме R-2T, чем по сравнению с R-2T. Вот. Причем эти отказы, они, ну, раз такой носит, более такой неожиданный характер, такие более интересные, непредсказуемые. Вот у меня, я вспоминаю, не так давно был случай, на машине 71-18 я работал, ехал откуда-то с Салкарста или со Скулты. Ну, остановился на остановке применением электродинамического торможения. Все, остановился, пассажиры зашли, вышли, двери закрыли, надо ехать дальше. Поехали, дал тягу, маневровое положение, и машина поехала. Но самое интересное, что она одновременно с этим начала тормозить. То есть, получается, собирается схема тяги, и одновременно происходит наполнение тормозных цилиндров воздухом. Вот. То есть, ну, вот это вполне R-2T вот такой сюрприз может преподнести. Если у поезда R-2R был аналог переменного тока R-9E, то у R-2T это аналог R-9T. Модификация R-9T имела модернизированные тележки, тяговые двигатели и реостатный тормоз. Внешне R-9T легко отличить от прочих модификаций по установленным на крышах моторных вагонов тормозным реостатам. Электропоезда R-9T начинали выпускать на РВЗ с 1688 года. В ходе эксплуатации электропоездов R-2R и R-2T было установлено, что данные типы электропоездов расходуют на 20-30% электроэнергии больше, чем R-2. Для решения проблемы энергопотребления и энергоэффективности электропоездов было предложено использование 7 электрооборудования с переключением группировок тяговых электродвигателей. Это должно было позволить снизить потери электроэнергии при разгоне и увеличить количество рекуперируемой энергии при торможении. В конце 80-х годов на РВЗ разрабатывался проект электропоезда R-24, в котором планировали реализовать идею перегруппировки двигателей. Эти перегруппировки планировались осуществлять, объединяя в одну силовую схему два моторных вагона. Составность электропоезда из-за этого предполагалась секционной, причем из четырех вагонных секций, то есть 8 или 12 вагонов. Каждая секция состояла бы из двух прицепных и двухмоторных вагонов. Работы по проекту R-24 были прекращены в 1991 году, когда сложившаяся политическая ситуация в Советском Союзе не позволила завершить проект. Однако следует отметить, что проект R-24 был доработан, но ни одного электропоезда R-24 построено не было. Но по этому проекту, после доработки, то есть упрощения его электрической схемы, на Демиховском машиностроительном заводе был создан электропоезд ED-2T. Через несколько лет после появления ED-2T на ДМЗ был разработан электропоезд ED-4, отличающийся от ED-2T только электрооборудованием, которое было в российского производства вместо латвийского. Есть версия, согласно которой на РВЗ параллельно с электропоездом ER-24 постоянного тока был разработан проект аналогичного электропоезда переменного тока ER-27. Согласно другой части этой версии, проект ER-27 также был реализован на ДМЗ с обозначением ED-9T. Однако достоверных источников, способных подтвердить хотя бы одну часть этой версии, пока не обнаружено. В конце 80-х годов руководство Болгарской железной дороги решило приобрести еще одну партию электропоездов РВЗ. Однако на тот момент производство ER-25 было совершено, а на его основе был создан электропоезд ER-31 для Югославии. Поэтому для пополнения парка БДЖ была создана следующая модель ER-33, которая выпускалась в период с 1990 по 1992 год. Изначально предполагалось, что Болгария приобретет около 30 или даже 40 составов ER-33. Однако по причине финансовых сотруднений всего было изготовлено и поставлено 6 четырехвагонных электропоезда. По сути, ER-33 представляет собой упрощенный и утощебленный вариант электропоезда ER-31. В Болгарии ER-33 получил обозначение серии БДЖ-33. По состоянию на конец 2018 года, как минимум 5 из 6 составов ER-33 были списаны. После распада Советского Союза РВЗ подготовил еще одну серию на экспорт для поставки в Республику Югославия обновленную модель электропоезда ER-31, получившую серию ER-35. По сути, ER-35 представляет собой вариант электропоезда ER-31 с более мощными диагомыми электродвигателями. Новые двигатели позволили обеспечить удовлетворительные характеристики электрического торможения, так как тормозные колодки ER-31 на затяжных спусках могли перегреваться. Составность поезда по сравнению с ER-31 не изменилась. Всего в 1995 и 1996 годах было построено два четырехвагонных поезда ER-35. Электропоезда ER-35 получили в Югославии серию 412, троп 416, как и поезда ER-31. Только нумерация была у поездов ER-35 с 103 до 106. При реализации этого проекта возникли проблемы, так как эти поезда строились и поставлялись в условиях международных санкций в отношении Югославии. Поэтому подолгу ожидали отправки как с РВЗ, так и по пути в Белград. После окончательного оттыления Сербии оба состава остались на дорогах железной дороги Сербии. По состоянию на начало 2019 года оба поезда экспортировались на дальнем сообщении. В конце 1980-х годов у МПС был план перенести производство головных и промежуточных прицепных вагонов электропоездов на Демиховский вагоностроительный завод и оставить в РВЗ только производство моторных вагонов электропоездов, дизельпоездов и превратить РВЗ в экспериментальный завод, который будет разрабатывать новые экспериментальные серии поездов. Для этого был предусмотрен испытательный участок с двойной колеей, то есть 1520 мм и 1435 мм на линии Рига-Эргли с пазой здесь, на станции Кангари. Но этим планом не стуждано было спыться, распался Советский Союз и все инженеры вернулись в Россию на заводы Демихова и Торжок, где в дальнейшем было продолжено производство электропоездов. Таким образом, производство электропоездов семейства ЭР было прекращено в 1996 году. Позже в РВЗ было выпущено несколько отдельных составов, производилась модернизация, но массового производства электропоездов на Рижском заводе больше не было. Всего было выпущено 153 состава ЭР-2Т с номерами 7090 до 7242, а также 33 дополнительные двухвагонные электросекции и 7 дополнительных головных вагонов. Моторные вагоны ЭР-2Т 7240 и 7242 использовались для постройки первых электропоездов серии ЭД-2Т. ЭР-2Т 7240 впоследствии был снова достроен до полного состава, а оставшиеся вагоны ЭР-2Т 7242 ушли на Торжокский вагоностроительный завод и были использованы при постройке поезда ЭТ-2-017. Поездов серии ЭР-9Т было выпущено всего 81 состав с номерами от 667 до 745. Производство ЭР-2 и ЭР-9 последних модификаций было прекращено в ЭРВЗ в 1996 году. Но, как уже сказано, производство поездов ЭР-2 и ЭР-9 еще продолжалось, но не в Риге, а в Демихово и в Торжке. Механическая часть электропоездов ЭД-2Т Демиховского завода заимствована из проекта ЭР-24 практически без изменений. Новому поезду также было присвоено заводское обозначение 62-233, унаследованное от ЭР-24. Электрооборудование поездов ЭД-2Т продолжилось изготавливаться в Риге и было почти идентично электрооборудованию ЭР-2Т, за исключением небольших отличий. Для решения вопроса по импортозамещению было решено создать российский аналог электрооборудования поезда ЭД-2Т. Новая серия получила обозначение ЭД-4. Через два года после создания ЭД-2Т-0001 на Демиховском заводе был создан аналог электропоезда ЭД-2Т для линий переменного тока серия ЭД-9Т. Электрооборудование этого поезда являлось доработанным комплектом рижского электропоезда ЭР-9Т. Торжокский вагоностроительный завод внес свой вклад в постройку электропоезда с электропоездом ЭД-2, то есть электропоезд Торжокский, который был создан в 1993 году. По сути, ЭД-2 является российской версией электропоезда ЭР-2Т, хотя получил новое заводское обозначение. Незначительно изменен кузов вагона, а также внедрены новые сидения антивандального исполнения. В дополнение к сериям, которые мы уже рассмотрели, существовал ряд дополнительных, таких как ЭР-4, ЭР-8, ЭР-16, ЭР-17 и ЭР-26. Всем были даны заводские индексы, но больше информации про них нет. Только в литературе сказано, что успешная эксплуатация электропоездов ЭР-9 дала возможность прекратить работу по созданию моторных вагонов ЭР-8 с многополюсными тяговыми двигателями, и проект в разработку не пошел. Исходя из этого, можно сказать, что серии ЭР-4, ЭР-16, ЭР-17 и ЭР-26 были только проектами по дальнейшему развитию серии, которые уже существовали, но они так и не вышли на уровень производства. А посмотрим, где и когда были основные серии электропоездов в эксплуатации. Электропоезда серии ЭР-22 поступали первоначально для работы на Московскую железную дорогу. В период с 1989 до 1996 года происходило их массовое исключение из инвентаря. Часть составов в период с 1989 до 1991 года были переданы на ведомственную ветку в Степногорске в Казахстане, где на 2019 год еще эксплуатируются пять составов ЭР-22 с номерами 19, 34, 50, 51 и 64, обслуживающие город Степногорск. Электропоезда ЭР-22М и ЭР-22В первоначально поступили в депо Нахабино, откуда в 1988 году они были переданы в депо Новомосковск, где работали до 1994 года, а затем исключены из инвентаря, так как к тому времени подошел срок проведения очередного капитального ремонта. Но на Московском локомотиворемонтном заводе, который один проводил капремонт всем электропоездам ЭР-22, не было запчастей. С завода электропоезда ЭР-1 направлялись на московские и ленинградские железнодорожные узлы. Туда же поначалу были направлены и первые ЭР-2. Однако из-за того, что у ЭР-2, в отличие от ЭР-1, конструкция позволяла осуществлять выход как на высокие, так и на низкие платформы, почти одновременно их стали отправлять и на ряд второстепенных направлений, где они в основном заменяли трехвагонные электросекции серии С. Со временем поезда ЭР-2 начали работать на всех железнодорожных линиях постоянного тока, а ЭР-9 на линиях с переменным током. На начало 2009 года на железных дорогах постсоветского пространства еще отчислилось как минимум 2834 учетные электросекции ЭР-2. Для сравнения, на тот момент времени еще было приблизительно 2290 секций поездов ЭР-9 всех индексов. К 2019 году на всех железных дорогах бывшего Советского Союза поезда серии ЭР больше не эксплуатируют только в Эстонии и в Литве. А может у машинистов и у машинистов-ветеранов есть какие-то интересные воспоминания о работе на поездах ЭР-2 или ЭР-9? Ну вот вспоминается мне один такой интересный случай с ЭР-2-447. Это было достаточно давно, где-то в начале 2000-х годов. Я помню, что я только-только поехал машинистом. Вот первое лето я работал машинистом и ехал я на Елгаву. Доехал до цукорфабрики, это уже предпоследняя остановка, все, следующая Елгава. Пассажири зашли, я двери закрыл, надо трогаться. Отромался и смотрю, у меня на пульте там буквально пол пульта загорелось и реле боксования, и линейный контактор, и защита сработала, быстродействующий выключатель. Посмотрел в зеркало, смотрю, там дым, с-под второго вагона такой дым, что там дальше почти не видно состава было. Вот, ну сразу же остановился, пошел смотреть, что же там такое случилось. Захожу в вагон, в вагоне тоже дым, лето было, были форточки открыты. Ну, меньше, чем на улице было дыма, но тоже было достаточно дыма, и такой гул стоит в вагоне. Вот, хотя тяги нет, все выключено, но все гудит, как будто вот самолетный винт вот такой по звуку напоминает. Пассажиры все убежали из этого вагона, кто-то на улицу выскочил, кто-то в соседние вагоны. Я стал открывать люки, там в полу специальные люки, смотреть, что же произошло. Оказалось, что там, там где двигатель, тяговый двигатель соединяется с редуктором, такой резиновой муфтой упругой. И эту муфту в момент трогания вырвало. И, получается, двигатель остался без нагрузки, его разогнало до больших оборотов. И вот этот фланец стал об эту муфту тереться с большой скоростью, она стала дымить так сильно. Вот, ну, этот двигатель сам по себе гул издавал. Вот, ну, подождали, пока все успокоится, пока остановится этот двигатель. Отключили вагон, доехали до Елгавы, в Елгаве еще раз посмотрели. Ну, потихоньку на одном вагоне, это четырехвагонный состав был, на одном вагоне поехали на Ригу. Ну, благополучно, чуть-чуть опоздал, но доехал благополучно. В принципе, все закончилось хорошо. Часто бывает так, что уходишь в отстой, ну, спать на отдых, ставишь машину в отстой, где-то там на конечной станции на ночь, утром приходишь, и вот если ночью была какая-то оттепь или шел мокрый снег, под утро мороз, и этот снег, он просто на лыжи только приемника намерзает целой, и при подъеме только приемника получается, что, ну, как изолятор между контактным проводом и лыжей, между вот этой поверхностью только приемника получается изолятор, и изоляция как бы не проходит ток, нет напряжения, невозможно запустить машину. Вот. Ну, что в таких случаях мы делаем? Обычно тогда машинист собирает людей, чем больше, тем лучше. Там машинист с помощником, если есть помощник, если нет помощника, кондукторов просит. И тогда просто все вот эти люди, чем больше их, тем лучше, начинаем толкать вагон, ну, качать его с бока на бок при поднятом только приемнике, чтобы этот только приемник терся об контактный провод, и чтоб содрало вот эту вот корку льда, которая там образовалась. Ну, вот таким способом иногда удается запустить машину. Ну, а если там уже совсем сегодня лед, тогда уже ничего не остается, кроме как ждать, пока по близости где-то появится какой-то другой поезд, который может прицепиться, ну, и потаскать по пути туда-сюда, чтобы содрать именно вот эту вот корку ледяную. Начинает срабатывать защита, вагон не греет. Вагон, ну, не работает трансформатор, напряжение, там защита срабатывает, все. И вот если это категорически запрещено обходить, выключить защиты, потому что если напряжение 27 тысяч вольт, и ты обойдешь за клиниш релюшки, и все, это приводит к пожару, потому что очень большие токи бывают. Ну, и вот один машинист хотел приехать без тепловоза, ну, резерв, как говорится, берешь вспомогательный локомотив, это очень плохо. Ну, и получился, взрыв получился, нехороший взрыв, слава богу, холодный вагон был, пассажир был пустой, они сами отправили, помощник пошел и сказал, дорогие пассажири, переходите от других вагонок, так и мы делали. Если, допустим, поломка не греет, холодно, ну, как человек бы сидеть в холодильнике, был пустой. Ну, вот и получился этот, такой неприятный случай, как высоковольтного вода шкаф вылетел, счетчика, двери вылетели, раздвижные двери дугой стали, какая сила. А так-то, там страшно такого только это было, а там быстро восстановили этот вагон, все, опять он эксплуатировался, все. Пришло время, когда надо было сделать капитальные ремонты для электропоездов. Во время капитальных ремонтов иногда менялись и обозначения серий. Электропоезда ЭР-2, прошедшие капитальный ремонт с продолжением срока службы, то есть КРП, на московском локомотиво-ремонтном заводе получали аббревиатуру ЭМ, то есть электропоезд московский. Первоначально с 2001 до 2005 года это были электропоезда ЭМ-2, а с 2003 по 2006 год завод выпускал электропоезда ЭМ-4. В 2006 году в Грузии на Тбилисском электровагоноремонтном заводе поездам ЭР-2 начали проводить капитально-восстановительный ремонт, то есть КВР, либо капитальный ремонт с продолжением срока службы, с призвоением обозначения серии ЭС. Вместе с новой серией была введена и новая нумерация, начиная с 2001, сделано не менее девяти электропоездов ЭС. Электропоезда, которые прошли КРП или КВР в локомотивном депо Алтайская, получали обозначение серии ЭС-2, то есть электропоезд сибирский. При этой модернизации у электропоездов нередко устанавливали новую кабину. Всего на начало 2009 года было собрано 19 ЭС-2. Электропоезда серии ЭР-9 различных модификаций проводили КВР, либо КРП в России на Красноярском электровагоноремонтном заводе, в Латвии на Талгопильском локомотиворемонтном заводе и в Газахстане. После проведения КВР или КРП электропоездам серии ЭР-9 на Красноярском заводе присваивается дополнительный индекс К. При этом заводской номер не меняется. Например, ЭР-9ПК. После проведения капремонта электропоездам ЭР-9П на Талгопильском заводе составы получали новое обозначение ЭМ-9, а также новые номера, начиная от 001, чем составалась видимость новой серии электропоезда. После проведения капремонта электропоездам ЭР-9М в Казахстане добавлялась буква Р, например ЭР-9МР. Некоторые прецепные вагоны ЭР-2Т в Латвии при проведении капитально-восстановительного ремонта были переоборудованы в прецепные головные. При этом применялась кабина, аналогичная по конструкции кабине новых дизельпоездов ВР-1Б для Беларуси. Известны многочисленные случаи передельки моторных вагонов ЭР-2 в электромотрисы для служебного пользования, среди которых наиболее известные серии ДЕР, МВ и СВ. Также в Эстонии перестроили один моторный вагон поезда ЭР-2 в маневровый электровагон, сокращенно МВ-1 для нужд депо паскула. Кроме того, по заказу Эстонии в 2000 году два моторных вагона были переоборудованы в головные моторные вагоны с целью собрать двухвагонные составы для эксплуатации в зимний период, когда пассажиропоток был невелик. Новые моторные головные вагоны получили также и новую серию ЭР-2М как моторный. Однако двухвагонные поезда использовались недолго, и новые моторные вагоны начинали использовать в четырехвагонном составе с промежуточными прицепными вагонами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как электропоездов семейства Air было выпущено почти 2000, то во время эксплуатации случались различные аварии. Невозможно сосчитать все происшествия и столкновения с участием электропоездов серии Air, но мы отметим наиболее тяжелые. 4 октября 1980 года в Таллине на Балтийском вокзале произошло лобовое столкновение отправляющегося от платформы Air 2-1032 с прибывающим Air 1-122. В результате погибло более 25 и ранено 46 человек. 2 февраля 2005 года в Риге электропоезд Air 2-1317 столкнулся с московским поездом, который, высадив пассажиров, медленно направлялся в депо. Машинист электропоезда проигнорировал запрещающий сигнал светофора и занял маршрут, предназначенный для следования в депо московского поезда. От сильного удара первый вагон электропоезда переломился пополам и приподнялся на несколько метров над железнодорожной насыпью. В результате столкновения погибли трое пассажиров и помощник машиниста. 29 человек получили ранения различной степени тяжести. 23 декабря 2010 года в Эстонии со станции Айгвиду отправился на перегон по неправильному пути под запрещающий сигнал без разрешения электропоезд Air 12-6002 навстречу грузовому поезду. Произошло лобовое столкновение с американским тепловозом C36-7, в результате чего головной вагон 6002-9 и второй моторный 6002-2 были уничтожены полностью. Погиб один человек, машинист электропоезда. Как бывает со всеми сериями подвижного состава, так и с серией Air, некоторые поезда после вывода их из постоянной эксплуатации попадали в музей или переборудовались в учебные тренажеры. Всего сохранилось 5 вагонов или секции серии Air 1, 9 вагонов или секции серии Air 2, 13 вагонов или секции серии Air 9, один вагон электропоезда Air 10 и известно как минимум о четырех электропоездах Air 22, вагонах которых были сохранены для истории. Этим фильмом мы посмотрели историю всех поездов семейства Air и можно подвести итоги серийного производства самых популярных поездов Air 2, Air 9 и Air 22. Электропоезда серии Air 22 выпускались с различными модификациями с 1464 до 1976 года. Всего 560 вагонов плюс один вагон OP-1 для краш-теста и один вагон для скоростной лаборатории. Из всех вагонов было собрано 70 составов, в том числе 66 Air 22, 2 Air 22M и 2 Air 22V. Поездов Air 2 было всего построено 1048, также было выпущено много отдельных головных и промежуточных электросекций и вагонов. Таким образом, всего было построено 4511 электросекций и 189 отдельных электровагонов. Если добавить и модификации Air 2R и Air 2T, было всего выпущено 1301 состав Air 2. Поездов серии Air 9 было всего построено 648 составов различного исполнения. 45 электропоездов Air 9, 330 Air 9P, 111 Air 9М, 79 Air 9Е и 81 электропоезд Air 9Т. Поезда Air 9, а также Air 2 выпускались с 1262 года до самого конца серийного производства, то есть до 1996 года. В итоге серия Air 9 среди других серий РВЗ уступила только Air 2 и наравне с Air 2 стала основной на железных дорогах СССР. Эти электропоезда стали массовыми на железных дорогах Советского Союза и перевозили пасажиров практически на всех электритицированных железнодорожных линиях, завоевывая сердце советских людей. К 2019 году количество поездов семейства Air в эксплуатацию уменьшилось, но они еще продолжают оставаться в регулярной эксплуатации, кроме Эстонии и Литвы. А может у машинистов и у машинистов Петраанов есть, что добавит у электропоезда серии Р. В принципе, я считаю, что у конструкторов, у создателей Р-2 и Р-2Т получился действительно хороший, надежный поезд. Сильная сторона этих поездов – это простота конструкции, простота электросхемы. Ведь чем проще машина, тем она проще и в обслуживании, и в эксплуатации. Возраст наших многих машин, Р-2, во всяком случае, уже приближается к 40 годам. У нас даже есть одна машина, которая уже более 50 лет на линии работает. Но все они до сих пор исправно несут свою службу. В этом, конечно, есть немалая заслуга ремонтного обслуживающего персонала, усилиями которых поддерживается исправное техническое состояние наших машин. Конечно, морально они уже устарели. Может быть, они не такие современные, не такие комфортные, не такие даже экономичные, как современные поезда. Но они надежны. При работе на линии, на этих поездах, даже если какие-то и возникают отказы, поломки, то, как правило, это все быстро, легко выявляется, устраняется. Есть у них, конечно, и свои недостатки, и свои слабые стороны у каждой серии, и у Р-2, и у Р-2Т. Ну, я думаю, что они есть в любой технике, в любой машине. В целом же можно смело утверждать, что и Р-2, и Р-2Т – это хорошие, надежные и безопасные поезда. И тот факт, что они эксплуатируются до сих пор интенсивно, ежедневно, в достаточно жестком графике, без каких-то скоростных ограничений, без каких-либо серьезных инцидентов – это лучшее тому доказательство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...